Может быть, сходим в кино? Да ну, там сейчас ничего интересного не показывают. Итак, сегодня мы поговорим про кино. Это Кинопоиск, самый популярный сайт о кино в России. На нем вы можете найти информацию о фильмах, актерах и режиссерах, а также адреса кинотеатров и расписание сеансов. Если вы хотите сходить в кино, вы открываете раздел Афиша и смотрите раздел Расписание сеансов. Вы выбираете кинотеатр и дату и нажимаете кнопку Показать расписание. Отлично! В этом кинотеатре показывают фильмы разных жанров. Можно выбрать драму до скорой встречи или мелодраму Офелия или анимационный фильм Король-Лев. Справа мы видим расписание сеансов. Первый сеанс Короля-Льва будет в 11 утра, а последний поздно ночью в 3.40. В Москве кинотеатры часто работают круглосуточно. Все знают, что фильмы бывают разных жанров. Как вы думаете, к какому жанру относятся такие фильмы, как Тупой и еще тупее, Полицейская академия или Американский пирог? Правильно! Это комедия. Давайте определим жанр этих фильмов. Пианист, Побег из Шаушенка, Титаник. Да, вы правы! Это драма. Молчание ягнят, Малхолланд драйв, Шестое чувство – это все триллеры. Тайная жизнь домашних животных, Красавица и чудовище, Остров собак. Действительно, это все мультфильмы. Омен, Оно, Мы – это фильмы ужасов или просто ужасы. Давайте посмотрим на другие жанры. Властелин колец, Гарри Поттер, Хоббит. Да, все эти фильмы относятся к жанру фэнтези. Птицы, Фаренгейт 9.11, Эми – это известные документальные фильмы. Гравитация, Интерстеллар и Матрица – это фантастические фильмы. Фантастика. И, наконец, Крепкий орешек, Идентификация Борна и Форсаж – это боевики. Сейчас часто используют и английское слово «экшн». Это Анжелина Джоли. Она известная актриса, снималась во многих популярных фильмах и получила премию «Оскар» за роль в фильме «Подмена». Но Джоли не только актриса. Она еще и продюсер, режиссер и сценарист. Как режиссер, она сняла фильм «В краю крови и меда» и сама написала сценарий к этому фильму. Давайте попробуем определить, кто эти люди. Стивен Спилберг. Да, он режиссер и продюсер. Леонардо Ди Каприо. Известный актер. Джон Уильямс. Тоже очень известный композитор. Дэвид Бенниофф. Сценарист. Ну и Джордж Лукас. Знаменитый продюсер и сценарист. А я вчера ходила в кино. На что? На Дылду. Это новый российский фильм. Это комедия? Нет, что ты, это драма. И как тебе, понравилось? Да, очень. Режиссер Кантемир Балагов даже получил премию на Каннском фестивале. А почему фильм называется Дылда? Потому что главная героиня очень высокая. Дылда – это плохое слово, обидное, но ее все так называют. А кто ее играет? Молодая актриса Виктория Мирошниченко. Как ты думаешь, мне понравится? Я не знаю. Посмотри трейлер на ютубе. А где ты смотрела? В кинотеатре Москва. Но там только вечерние сеансы. Я, например, смотрела вечером в полодиннадцатого. Спасибо. Но я все-таки больше люблю комедии. Список слов вы также можете найти на сайте.